друзья всем здравствуйте сегодня у нас с вами не совсем обычный мастер-класс сегодня мы не будем переделывать мебель сегодня мы поговорим с вами о красках о меловых красках то есть вот часто задают вопрос что такое меловые краски работали вы с ними ли не работали нет я не работала отвечаю сразу уж больно цены кусаются как-то не доходил все обходилось акриловыми красками в общем-то в ю тубе очень много роликов по поводу как сделать меловые краски своими руками я пересмотрела кучу роликов кучу информации для себя подчеркнула вот и сегодня я решила провести так сказать собственное расследование и посмотреть какая краска мне больше всего подойдет и меня больше мучает вопрос я очень часто работаю вот с такими поверхностями вот поверхность это наш советский лак вот он значит вот сегодня мы будем с вами работать с такой поверхностью то есть вот залачный советским лаком сегодня мы будем с вами экспериментировать вот еще одну проблемную поверхность это дсп заклеенная такой вот бумагой вот с ней тоже очень тяжело работать даже краска аэрозольная не ложится сюда нормально то есть пальчиком можно соскрипти в общем будем искать выходы как можно с этим бороться вот значит еще мы будем с вами работать со стеклом будем работать железом железной баночкой будем работать с обычным деревом то есть тоже взяла вот будем работать с вами еще вот с пластиком это вот у меня такая вот панелька пластиковая обшиваются стены в общем вот такие материалы мы сегодня с вами будем работать сегодня у нас будут три способа как сделать меловую краску своими руками протестируем проэкспериментируем все вместе сделаем и посмотрим на какой остановимся и так значит для первого способа создания меловой краски нам с вами понадобится вот такая шпаклевка гипсовая универсальная вот такая дальше дальше я буду использовать клей пва столярный и буду использовать самую обычную акриловую краску вот такую вот эмаль акриловая по дереву вот значит что в первую очередь мы будем делать так значит ложки 2 сито поклевка значит баночка куда будем замешивать нашу краску первую очередь я сделаю следующую одну ложку одну ложку шпаклевки гипсовой я просею через сито так вот чтобы убрать все эти комочки убираем нашу поклевку она нам не нужна теперь высыпаем все это нашу емкость далее берем берем клей пва берем клей пва и добавляем вот такую маленькую ложку то есть шпаклевки мы сделали вот такую вот ложечку одноразовую но это как столовая на ложка клей я добавляю вот маленькую ложечку 5 миллилитров добавляю сюда клея для чего добавляю для крепости и клей пва не дает так быстро шпаклевки застыть то есть он продлевает ей время проживания скажем так чуть-чуть буквально возьму водички тепленькой прям пол ложечки сюда пока так все делаю на глазок примерно вот замешиваю смотрю наверно водички еще чуть подбавлю еще пол ложечки добавляю хорошо хорошо размешиваю все это вот работаем сейчас со шпаклевкой так теперь я добавляю сюда две ложки краски одна да и я под рукой салфеточки сразу вытираю теперь перемешиваем всю эту краску с шпаклевкой спала всю эту смесь мы хорошенько тщательно перемешиваем все комочки вот эти вот так чтобы была однородная такая масса так ну вот я хорошенечко все перемешала такая вот густая получилась сейчас мы добавим колера и посмотрим то есть совсем густая тоже не есть хорошо вот такой колер у меня цвет бежевый сейчас мы сюда его добавим перемешаем все если краска густая сильно получается лучше не водой разбавляется лучше пва потому что ну в от воды толку не будет но будет она пожиже а вот от пва во первых у краска будет эластичны и очень хорошо держаться на поверхностях помимо того что он разбавит и сделать пожиже он еще будет держать ее хорошо на поверхностях так ну давайте он добавим и напываю еще вот так вот прям пол ложечки я сделаю и размешаем так первый состав готов пускай он постоит пока растворяться там вот эти вот эти вот мелкие зернышки от шпаклевки мы пока приступим ко второму способу сейчас мы пометим что это у нас шпаклевка шпаклевка отставляем в сторонку сейчас будем делать второй состав для второго состава нам понадобится крахмал у меня кукурузная думаю что можно и картофельный крахмал опять также клей пва столярный и здесь мы с вами возьмем вот такую вот краску вы знаете она не обозначена как акриловая я думаю может быть она латексная то есть читала читала но не увидела здесь нигде не акрилова не латексная но на водной основе просто написано краска на водной основе это база c то есть эту краску нужно колеровать она бесцветная я почему взяла ее потому что я хочу сделать яркий цвет и посмотреть вот эти вот все микрочастицы будут они выходите как они будут себя вести в общем взяла базу c колер крахмал и клей так берем ложку крахмала просеиваем ее от всех комочков крахмал просеиваем высыпаем в нашу емкость далее добавляем клей пва маленькую ложечку 5 грамм 5 миллиграмм перемешиваем вот тут можно краску уже две ложки краски добавлять 1 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 все перемешиваю все перемешиваю капну сейчас сюда сразу колера красного и буду дальше перемешивать хорошенько так как краска на базе c то есть бесцветная видите красный цвет не стал розовым он стал красным насыщенно красным цветом в общем перемешиваю хорошо до однородной массы чтоб все комочки все у нас и колли размешался и комочки все растолклись там так ну вот размешала все красочку тоже отправляем ее в стороночку память помечаем и отправляем в стороночку пускай настаивается пусть растворяются все частицы там так это у нас крахмал до помечаем что это у нас крахмал и третий способ а 3 мы будем работать с обычными мелками вот у меня дома были вот такие мелкие уже я не знаю сколько лет они лежат ну в общем то вот такие вот такие а будем мы сами использовать какой-нибудь давайте голубой цвет голубой цвет сейчас мы этот мелок натрем можно на терке но я думаю что на терке будет крупной фракции поэтому тереть буду через ситочка я уже попробовала до этого мне понравилось очень мелко так хорошо вот прям через такой вот сице я буду натирать так смотрите натерла мел еще раз просеяла его через сице у меня тут получилось вот ложка высыпаю все это дело в емкость опять клей пва вот ложечку 5 миллилитров добавляю вымешиваем то есть вот обычный мелок чем детки рисуют на улице сейчас мы сюда сразу краски добавим добавлять будем акриловую краску белую вот такую краску будем добавлять раз ложечка два ложечка два ложечка так всё мел клей и краска теперь все размешиваем все тщательно размешиваем будем смотреть что у нас получается жидковато я думаю здесь наверное не один к двум то есть ни одна ложка мела и две ложки краски а тут наверное еще нужно будет потому что но жидковато и давайте еще сейчас накрошу я наверное еще одну ложечку мела накрошу вот накрошила еще одну ложечку мела и отправляем ее туда же все вымешиваем здесь я думаю надо будет подольше помешать где мел и дать хорошенечко раствориться милу в краске у нас получается такая голубая краска нежно-голубая так и так прошло минут 30 красочка отстоялась я один раз перемешивала подходила сейчас мы перемешаем еще раз это шпаклевка очень густая я думаю чуть-чуть сюда надо бы добавить водички чуть-чуть буквально прям капелюшку потому что совсем густая нам тоже не нужно смотрим чтобы она была как жидкая сметана не густая сметана вот жидкая сметана я полагаю что шпаклевка на на разбухает там все таки поэтому дает вот такую вот консистенцию еще чуть-чуть добавлю клей здесь достаточно и сама шпаклевка крепкая поэтому здесь не обязательно совершенно все разбавлять только pva вот крахмал я конечно разбавила pva имел шпаклевка я думаю так будет на поверхность хорошо ложится закрепляться там при высыхании так но достаточно теперь такая вот тянуть и как это наша шпаклевочка это наш крахмал смотрим что здесь размешиваем хорошенько был еще один способ я смотрела с глиной с косметической глиной я попробовала его до этого пробовала мне не понравился она не растворяется толком я не знаю может мне такая глина попалась так это мелок может мне такая глина попалась ну там такие крупицы были если красить в белую может быть еще можно белым а вот когда цветное общем эти крупицы все при шлифовке они выходят белыми пятнышками такими поэтому глину я отбросила и даже не стала показывать на эксперименте так это наш мел ну и начнем начнем пожалуй самый такой трудной поверхности да это у нас будет вот она красавица с чем вечно мне приходится воевать шлифовать ее соскребать весь лак так буду работать кисточкой и губочкой такие губки не сделала чтоб руки не пачкать вырезала губкой на прищепочку и вот так вот поверхность предварительно я обезжирила спиртовым раствором ну можно фэри промыть вот подготовила все поверхности я обезжирила так но начнем со шпаклевки вот тут я пометила себе везде где у меня мел крахмал шпаклевка везде я пометки сделал чтобы я понимала где какой выкрас начинаем со шпаклевки делать буду половина кисточкой половина спонжиком поехали то есть видите да что я не шлифовал ничего как есть так и накладываю кисточкой отмажу кривистость неплохая ну конечно нужно будет давать второй слой но тем не менее даже для первого слоя неплохо так теперь с понюшком попробуем я много краски не беру понемножку потому что толстый слой тоже не очень хорошо это значит вот наш выкрас спонжиком бека какая-то вот выкрас кисточкой так это шпаклевка наша дальше кисточку промываю вытираю теперь берем крахмал берем крахмал смотрим что у нас по крахмалу тоже укрывистость неплохая опять таки одного слоя мало будет вот я смотрю на крахмалик красочка так более гладенько ложится берем спонжик и спонжиком теперь проходимся так убираем кисточку промываю меловая красочка на основе мела посмотрим как она себя зарекомендует он у меловой конечно с нами на где мел укрывистость очень хорошая второй слой нужно будет давать но тем не менее и укрывистость не нравится пока больше всех вот так вот смотрите как хорошо просто замечательно и спонжиком поработаем посмотрим как она поведет все после высыхания так вот три выкраса у нас даем высохнуть не буду я не феном сушить пусть сохнут естественно чтобы мы понимали полностью качество краски вот пусть все проходит как положено то есть ускорять я этот процесс не буду торопиться некуда сделать все как положено сохнет она естественно потом дадим второй слой посмотрим что будет дальше пока приступаем пока сохнет тот образец приступаем к следующему тоже очень такая не хорошая поверхность не люблю с ней работать я говорю это дсп вот она обклеенная самоклеющей бумагой она такая прям вот ламинированная вот это вот на ней краска очень плохо держится вот посмотрим как поведет себя наша краска которую мы с вами изобрели так опять начинаем со шпаклевочной краски поверхность видите не пошкурен и не прогрунтованное ничего вот как есть просто обезжирила и наношу краску смотрим как будет это все вести себя на этих поверхностях значит половину выкрашиваем кисточкой половину спонжиком кисточку промываем работаем с крахмалом краской на основе крахмала прокрашиваем кисточкой теперь спонжиком так и последнее на основе мела на укрывистость конечно замечательная прям радует такая плотненькая краска приятная ну вот маленькие мелкие мелкие частички там присутствуют все таки то есть полностью мел не растворился как хотелось бы спонжиком теперь спонжиком теперь спонжиком небольшими слоями я не делаю слишком густо краску не наношу так значит теперь на ламинированном дсп мы сделали выкрас тоже отправляем на сушку пускай пускай сохнет следующую поверхность будем тестировать следующая поверхность у нас с вами будет вот пластик вот пластик тоже очень много вопросов задают как красить пластик хотела еще остановиться с вами на кисточках то есть ну вот я работаю вот такой вот кисточкой ну разными в принципе сейчас вот такой крашу сейчас хочу попробовать вот такой вот для меловых красок продаются очень дорогие кисточки но я где-то то ли я слышала то ли я видела сейчас не помню что вот от женской косметики где женщины вот мы красим там пудру наносим либо там румяна вот такой вот кисточкой тоже можно то есть они хорошо идут она такая густая и в общем посмотрим сейчас ей протестируем ее заодно начинаем со шпаклевочки так берем кисточку здесь я буду вот так вот пока мне непонятно ну в принципе неплохо да так сейчас вот здесь я размечу еще по частям то есть здесь мы будем выкрашивать все кисточкой а здесь мы будем выкрашивать это спонжиками поехали дальше кисточку сполоснула тряпочкой все протерла так берем теперь крахмал вот на крахмале я пока вот вижу самое не очень укрывистость хорошее на шпаклевки хорошее на шпаклевки хорошее на на мел на мелу а тут вот немножечко что-то хромает по укрывистость может быть нужно было добавить побольше крахмала может быть колера мало добавил хотя нет колера нормально добавил посмотрим можно будет доработать там что-то поэкспериментировать потом мы сейчас на этом устанавливаться не будем так теперь меловая на меловом на меловой основе да вот такой кисточка конечно в чем отличие от вот такой вот такая дает мазками как-то маски такие вот большие это конечно ворс более плотный более густой и в общем то в общем то она распределяет красочку вот хоть и тонким слоем и так более равномерным теперь давайте выкрашивать будем спонжиками так шпаклевка двигаем шпаклевочка дальше у нас пойдет стекло пойдет стекло давайте вот шпаклевочка но бутылки красить стекло вообще лучше конечно не кисточкой а только спонжиком поэтому я даже не буду упражняться с кисточкой сразу начну со спонжика то есть вот шпаклевочка начинаем со шпаклевки обманула краски и Продолжение следует... Итак, вот на стекле, значит, у нас крахмал, шпаклевка, мел. Отправляем на сушку. Так, берем банку теперь на железе, посмотрим. Так. Ну и осталось у нас с вами дерево, обычное дерево. Ну, сюда-то, я думаю, все хорошо ляжет. Не буду спонжиками, буду кисточкой работать. Начинаем со шпаклевки. Так. Будем смотреть, как и чего. Тоже отправляем на сушку. Так, прошло 20 минут. Ну, то есть я не торопясь. Все высохло. Бубочки чистые, если я их постирала и высушила на батарее. Так. Там, где шпаклевочка, конечно, такая шершавая поверхность. Там, где крахмал, такая гладенькая поверхность. Вот особенно, где этой кисточкой вообще гладкая-гладкая. И где мел, такая шершавенькая, но больше шершавая, где шпаклевка. Проходимся еще на один раз. Проходимся на раз еще, смотрим, как укроет. Вы знаете, вот насколько вот здесь плохо, ну, вот красная, да, плохая укровисть. Ну, при высыхании укровистость такая неплохая, я вам скажу. Поехали со шпаклевки опять. Сейчас все перемешаем, все краски наши. На шпаклевке не густеет, держится пока. Но там свое дело делает ПВА. ПВА, он как бы останавливает вот это вот загустение краски. Именно со шпаклевкой, с гипсовой. Так, здесь все хорошо перемешиваем. И на основе мела перемешиваем все. Так, то есть вот все, перемешали все краски. И приступаем к повторному выкрашиванию. То есть на второй слой. Поехали. Шпаклевка практически все закрывает на второй слой. Закрывает. Ну, пока еще не высохла, пока говорить рано. Так. Губочкой. Губкой все проделываем. Ну, и губкой тоже достаточно хорошо все укрыла. Так, приступаем к крахмальной краске. Так. Ну, и спонжиком тоже хорошо. Меловая хорошо укрыла и кисточкой, и спонжиком. Сейчас остальные поверхности так же пройдусь все на второй раз. Высохнет. Будем смотреть. Так. Эту пока отставляю. Сейчас посмотрим, что у нас по высыханию. Это пластик. Вот у нас кисточкой то, что мы красили, не очень хорошо укрыла. Здесь красный тон только дала, но вот структура там вся. То, что как бы дерево все видно. Меловая тоже. Ну, вот пока они одинаково. По спонжикам поехали. Здесь получше, но такая прям шершавенькая сильная поверхность. Здесь гладенькая, что кисточкой, что спонжиком, по-моему, разницы никакой. Так, и тут вот спонжиком тоже такая шершавенькая. Но не настолько сильная, как со шпаклевки мелом. Так, наламинированно теперь ДСП. Тут гладенько, все тут шершаво. Значит, самое шершавое, это пока вот идет у нас шпаклевка. Гладкая, прям хорошо гладкая. Это крахмал и мел. Такой шершавенький, но не критично. То есть приятненький. На стекле смотрим. Вот у нас высохла. Это крахмал. Это шпаклевка. Это мел. Пока все держится, все хорошо. Железо. Хорошая укрывистость на железе, это шпаклевка. Пока и мел. Тут вот просвечивает, конечно, красная наша на основе крахмала. Сейчас все это дам на второй раз. Так, ну на дереве тут все хорошо. И так, друзья, подсохли наши выкрасы. Значит, прошел час десять, наверное. Почему подольше подержала? Вот это вот, где шпаклевка у нас, дольше всех сохла. Именно вот этот образец. Видимо, я тут большой слой положила. Вот. Но что я хочу сказать? Значит, вот окрас кисточкой лег ровно. Ровненько. Мазни кисточкой не видно. Я думаю, зашкурить еще его, и будет вообще замечательно. Здесь спонжиком, где мы работали, так, где спонжиком работали, тут еще, ну, не совсем ровно. Наверное, еще на разок можно пройтись. Не можно, а нужно. Это по шпаклевке. Так, это крахмал. О, здесь однозначно, и красить еще на раз видно кисточкой мазня. Ну, то есть укрывистость не очень хорошая, но очень приятная на ощупь краска. Гладкая такая прям. Это где кисточкой, где спонжиком. Ну, такая тоже гладенькая, она не шершавая. Здесь шершавая. Здесь, когда спонжиком, еще больше шершавости. Так, мел, мел, ну, тоже так вот. Не такая, конечно, гладкая, как вот эта вот с крахмала. Такая шершавенькая. Знаете, винтажная какая-то красочка. Вот для винтажных работ очень она хорошо подойдет. Мне кажется, кто любит вот состаренное такое, вот здорово прям. Что это, что это. Так, где этой спонжиком? Ну, тоже на разок. Там везде, где спонжиком проходилось, еще на раз надо прокрасить. Прокрашу еще на разок. Вот. И тут и кисточка, где. Вот говорила, что меловая лучше всего, укрывистость. Но нет, видите, все-таки при высыхании лучше себе показала шпаклевочка. Мне интересно, если ее вот так вот немножко. Вот она при этой. Прошкурила чуток. Посветлела, но стала ровненькая. Думаю, на раз прокрасить и будет замечательно. Попробовала я здесь. Здесь тоже ровняется. Я думаю, после второго слоя надо просто хорошенечко вот прошкурить. У меня вот такая абразивная губочка такая, мелкой зернистости. Тут не трогала. Она и так гладкая. Вот. Теперь посмотрим, что у нас. Это значит наш советский лак. Теперь смотрим на ламинированной поверхности ДСП. Здесь лучше показала себя меловая краска. То есть, ну хотя одинаково, наверное. Что это, что это по укрывистости. Что шпаклевка, что меловая по укрывистости лучше. Зато вот тут вот краска с крахмалом легла ровненько. Что со спонжиком, что с этой кисточкой. Но, опять-таки, укрывистость. Все равно видно вот эта вот фактура дерева. Вот эта. Она здесь просматривается. Вроде как красная, но, может быть, кому-то вот интересно будет вот так вот сделать такой эффект. Вот. Ну, тоже на разок. То есть, вот два слоя мы сделали. Третий бы я точно, однозначно сделала. Здесь вроде ровно легло. Но фактура просматривается. Рисунок дерева просматривается. Теперь посмотрим на пластики. Так, вот наш пластик. Значит, вот это выкрас у нас шел этой кисточкой. Тут тоже вот ровненько легло. Но фактуру дерева видно. Вот видите, смотрите, вот красная. Что тут ровно легло кисточкой. То есть, особо этих мазней кисточкой не видно. Что тут спонжиком работало тоже. То есть, вот именно вот эту фактуру не закрыла. Шпаклевка и меловая. Вот. Дважды выкрасила. Я думаю, третий однозначно надо будет ложить слой. Но вот эта кисточка, которой я работала, вот такой вот. Вот ей я красила, здесь выкрасы делала. Она очень тонкий слой ложит. То есть, если кисточка... Брала уже, да? Другой кисточкой работала, так она слой такой потолще ложит. Это тоненький слой. По спонжикам. Здесь и здесь. Все равно бы прошла еще тоненьким слоем и здесь, и здесь. Вроде закрыла, но не так, как хотелось бы. Вот показываю. Это кисточкой. Это шпаклевка. Это крахмал. Это мел. Это спонжиками делали мы. Все то же самое. Шпаклевка, крахмал и мел. Поехали по стеклу. Вот. Это мел. Ну вот мелкие какие-то вот эти вот. Все равно. Не растворившиеся кусочки, наверное, мела. Вот это вот остается. Так. Крахмал лег ровненько. Прям ровно. Шпаклевочка. Ну тоже достаточно ровно. Все равно вот такие вот бякушки, конечно, есть. Это все сошкурится. Здесь хорошо укрыла. Здесь хорошо укрыла. А вот красную бы еще на разок. Но я пройдусь все, всеми цветами на разок еще. Это у нас стекло. Так. Это у нас металл. Мел. Вот прям гладенький такой этот крахмал. Шпаклевка. Все хорошо держится. Ну хорошо укрыл шпаклевка и мел. Тут крахмал. Вот видите, все-таки здесь плохая укрывистость. Так. Теперь у нас дерево. Дерево. Здесь все хорошо. Тут с первого раза все было хорошо. Единственное, что на красном просматривается все равно. Но вот фактура дерева. То есть здесь еще на раз бы я прошла. А может быть и на два даже. Пол красный. Но она ложится тонким слоем. То есть нет вот этого вот объема. Если вот тут вот на шпаклевке меловая. Меловая чуть потоньше. То есть самая толстая краска у нас выходит вот на шпаклевке. Вот. Значит здесь я еще на раз пройдусь. А завтра мы уже с вами встретимся. Пускай сохнет. То есть не буду пользуясь. Я не пользуюсь сейчас ни фенами, ничем. Сохнет естественно. Завтра мы посмотрим. После третьего слоя. Вот она уже высохнет. И завтра мы будем испытывать на прочность. То есть будем царапать и смотреть. И не вижу смысла это делать через час после того, как краска высохла. Краска должна набрать силу. ПВА должен набрать силу. Ну и все ингредиенты, которые мы в общем-то добавляли в краску. Все должно там раствориться. Все хорошо скомпоноваться. Высохнуть и прилепиться. Я так думаю. Вот. В общем-то и завтра тогда уже к обеду. Сейчас у нас уже вечер. Мы начали с вами тоже с обеда. То есть я дам 24 часа на высыхание. Ну пускай не 24, чуть меньше. Но до завтра я оставляю все это сохнуть. Пускай все сохнет. И значит будем завтра испытывать на прочность. Откуда соскабливается, откуда не соскабливается. Чем покрывать. В общем, до завтра теперь у нас уже. Прошло около 20 часов после последнего нашего выкраса вот таких вот поверхностей. Так. И что мы имеем? Значит сейчас специально подсветку не включила, чтобы дополнительный цвет, чтобы видно было полностью, какая структура, как легло. Сейчас буду вам подробненько все рассказывать. И начинать мы с вами будем с нашей поверхности с советским лаком. Вот. Вот она. Вот он выкрас. Сейчас я вам буду подробненько все показывать. Поехали. Значит смотрите. Это у нас меловая. Половина мы делали спонжиком, половина делали кисточкой. Смотрим, где спонжик. Вот видите. Такая шершавенькая поверхность. Это с спонжиком. Это половина кисточкой. Гладенькая. На ощупь шершавенькая, но так гладенькая. Так. Это у нас с крахмалом. Не отличается практически, где спонжиком, где кисточкой. Ну хотя, так вот немножечко видно. Так. Вот наша шпаклевочка. Вот тоже там, где спонжик. Пупырки. Такая как бы бугристая поверхность. Вот половина кисточкой. Ровненько. Ровненько. Еще ширкануть абразивная губка. И вообще будет замечательно. На крахмале никаких пупырок. Абсолютно ровная крахмал. Вот это у нас. Здесь вот мел. Видите, да? Тоже там, где спонжиком пупырки. Где кисточкой ровненько. Так, это у нас был советский лак наш. На него мы ложили на эту поверхность краску. Сейчас посмотрим другие. Так, смотрим. Баночку нашу железную. Значит, это крахмал. Повторяю, что красила на три раза. Вот с третьего раза крахмал тоже укрыл все. Тут можно было и по два раза, где мел. Вот спонжиком все дело. Видите, вот пупырочки такие вот присутствуют. Я так думаю, это не растворившиеся частички мела. Это шпаклевка. А тут шпаклевочки, частички. Пытаюсь показать вам, какая структура получается. Вот это спонжиком красила. Так, вот на дереве. На дереве красила кисточкой. Тут все ровненько. И тут на два раза достаточно было этой и этой краски. Эту три раза положила. Все равно, видите, структура дерева проглядывает. Здесь нет, четко все закрыла. Теперь бутылка. Стекло. Тут тоже достаточно было. Вот шпаклевки и меловой. Достаточно было два слоя. Вот какая структура получается. А вот крахмал. Крахмал три раза. Вот он более гладкий. Самый гладкий из всех. Из мелой шпаклевки. Он гладенький прям получается. Так, ну, показала я вам поближе, как выглядят поверхности выкрашенные. Где кисточкой гладенько. Где спонжиком. То, конечно, пупырки такие есть. Это все нужно. Вот губочкой потом вот. Оп. Зашлифовывать. А вот смотрите, пошлифовала. И там, где были эти пупырки, вышли белые точечки. Вот. Вот видите как. Это вот на шпаклевке. То есть я думаю, что здесь кисточкой надо будет еще разок пройтись. На меловой. Нет, ну, у нас мел тут голубой. Тут белого не выйдет ничего. Так, интересует меня, насколько прочная. Так, насколько прочная. Пробуем. Это у нас что? Это у нас пластик. То есть, если вот так, держит вообще отлично. Вот. Видите? Поцарапать-то она поцарапала. Но до пластика она не добралась. Ну, то есть, я думаю, что если не сильно эксплуатировать, прям на столешнице, конечно, нет. Если только это будет протираться так аккуратненько пыль, и ничего так вот сильно там не будет эксплуатироваться. Ну, вот это пластик. А это шпаклевка. Это она не покрыта еще ничем. Если дать лаком, конечно, такого не будет. Но будет держать. Вот. Воском можно покрыть, чтобы сохранить эту бархатистость краски. Если лаком покроете, уже бархатистость уйдет. Так. Это вот у нас шпаклевка. Держит. Держит. Конечно, можно содрать с чего угодно, но держит хорошо. Это у нас с вами крахмал. Выкрас на пластике, напоминаю. Вот. Так же держит. То есть, ну, полосы от того, что я тут водила, остаются, но краска не соскабливается. Так, это мел. Ребят, все то же самое. Все держит. Тру интенсивно. Я говорю, если учесть, что вот это вот еще ничем не обработанное, не закреплено. Так, тут. Ага, вот видите. А этой кисточкой легло плотненько. Это спонжиком. Вот. От того, что спонжиком, видимо, вот не так плотно, как кисточка легла, вот она кое-где все-таки соскальзывает. Вот видите. Это спонжиком. Это шпаклевка. Это спонжиком крахмал держит. Так, это спонжиком мел. Тоже держит. Держит. Прям вот хорошо тру. И тут хорошо. А вот почему-то шпаклевка на спонжике, вот спонжиком здесь выкрас был. Видите? Отстает. Плотно не легла, и все. Вот она соскальзывает. Вот. Сейчас себе тоже помечу. Так, на пластике шпаклевка. Спонжиком про... Это самое... Вот. Соскальзывает. Можно процарапать. Это с вами мы пластик протестировали. Теперь наша советская. Ох, как она мне дорога. Очень часто приходится с ней работать. И вот этот вот геморрой убирать, вот этот лак для меня, конечно, вообще каторга. Смотрим тут, что у нас на выкрасе. Давайте по меловой побежим сначала. Держит. Но вот немножечко есть. Но я повторяю, что это еще не обработанное, ничем не закрепленное. Тру очень сильно. Это вот... Как ее... Мел. И выкрас кисточкой. Это спонжиком выкрас. Держит. Держит хорошо. Так, это у нас крахмал. Кисточка. Ну, крахмал, как ни странно, он даже нигде не цеплятся. Но он очень-очень гладкий получается. Это вот на выкрасе с кисточкой. Спонжиком тоже, но все равно видно, как вот спонжик проходил с такие пупырочки мелкие. Так, так. А вот спонжиком, а вот спонжиком крахмал на советском лаке держится. Держится, но соскоблить можно. Вот видите, спонжиком работали краской, краска сильно плотно не легла. И вот, пожалуйста. Видите, что получается спонжиком. Там, где красила кистью, держит хорошо. Так, теперь смотрим шпаклевку нашу. Последнюю. Так, это кисточкой выкрас. Держит. Держит. Это спонжиком. Тоже держит. Так, итог. На советской мебели краска с крахмалом лучше красить кисточкой, чем спонжиком. Спонжик не держит. Не держит. Кисточка держит хорошо. Все три варианта. Тут спонжиком меловая и шпаклевка. Спонжиком тоже держит. Так, еще одна неспокойная поверхность, такая проблемная. Это ламинированная ДСП. Значит, краска меловая. Здесь на основе мела. Выкрас кисточкой вот здесь у нас. Смотрим. Держит кисточкой меловая. Это спонжиком. Чуть-чуть вот все-таки где-то пошло. Чуть-чуть спонжиком. Ну, а так держит. То есть, сильно вот если спонжиком крастье, вам нужна вот такая поверхность. Красьте только те поверхности, где вы сильно эксплуатировать не будете. Меловую спонжиком на ламинированной ДСП. Ламинированном ДСП. Так, теперь крахмал. Выкрас этой кисточкой. Держит. Вообще он отлично держит. Спонжик тоже держит намертво. Крахмал. Теперь шпаклевка. Кисточка. Выкрас. Держит. Хорошо. Спонжик. Нет. Спонжик не держит. Плохо прям держит. Вот соскабливается. Шпаклевка спонжик на ламинированном ДСП не держит толком. Вот. Видите? Вот здесь, конечно, первое место по краске. Это на основе крахмала. То есть намертво. Вообще никак. Меловая, где кисточкой, тоже хорошо держит. Спонжик вот, пожалуйста. Видите, вот где-то процарапывается. Хотя вот в других местах нет. Ну, где-то, видимо, не плотно легла. И все. Шпаклевка. Вот она. Где спонжиком прокрасы. Вот видите. Кое-где отлетает. Мат. Теперь давайте по стеклу пройдемся. Пройдемся по стеклу. Это наша краска крахмальная. Держит намертво. Это шпаклевка. Держит хорошо. Это мел. Тоже держит отлично. Это по стеклу. Все. Все три краски держат. Держатся на стекле замечательно. Так. Теперь это у нас баночка. Меловая. Держит намертво. Шпаклевка. Соскакивает. То есть можно на железо ложить, но покрывать сверху чем-то и сильно не эксплуатировать. Так-то хорошо держит, если прям не напрягаться. Так. это у нас она везде хорошо зарекомендовала себя. Это на крахмале. Но я говорю, у крахмальной краски у нее нету эффекта такой вот бархатистости. Она вот прям гладенькая-гладенькая такая. Ну вот видите, везде она держит очень хорошо. Единственное, что спонжиком на советской мебели спонжиком плохо легла. То есть не особо держит на крахмале. Ну и последний наш выкрас. Это дерево. Это дерево. Шпаклевка. Сидит мертво. Крахмал. Сидит мертво. Мел. Сидит мертво. Напоминаю, что это вот такое вот дерево. Вот. Некрашное, ничего. То есть вот не залакированное. Вот оно легло как. Ну вот, друзья, мы с вами закончили эксперименты. А, кстати, еще такой момент. Я попробовала дня два назад. Тоже вот делала и попробовала выкрасить. Ну вот, прямо на вот такой вот. На таком пластике. Думаю, будет держаться. Нет. Так, вот эта вот краска на основе крахмала, а вот это на основе шпаклевки. ничего не держит. То есть покрасить-то можно, она ляжет, но аккуратно протирать и вот, чтобы никаких вот таких вот действий механических с ними не проводить. Иначе все, вот, вазочку какую-нибудь сделали, покрасили, поставили и забыли. Аккуратно присмахнули, все. то есть держаться не будет на, именно вот на таком пластике, не будет. Посмотрим, крахмал. Крахмал держит крепче, но все равно проблески вон есть. Крахмал держит лучше. Если тут он слезает сразу на шпаклевке, то крахмал еще как-то сопротивляется. В общем, я говорю, только так, для декора что-нибудь. И вот лучше, наверное, на основе крахмала красить. Она держит лучше. Шпаклевка вообще слетает. Ну вот и все. Подведем итоги. В принципе, все, что я хотела вам показать в этом мастер-классе, я показала. Все, о чем хотела рассказать, я рассказала. Кому-то, может быть, покажется видео немножко подзатянутым, но я специально сделала его по максимуму информативным, чтобы люди, которые ищут ответы на вопрос, как и чем красить вот такие проблемные поверхности, могли в этом мастер-классе получить полноценный ответ. Надеюсь, видео было для вас полезным. И если это так, не забывайте ставить пальчик вверх, подписывайтесь на канал. Впереди у нас еще очень много интересного, интересных мастер-классов, полезной информации. комментируйте, делитесь своими какими-то наработками, идеями. Мне очень интересно. А я пойду готовиться к следующему мастер-классу, который скоро выйдет на моем канале. Я думаю, будет он не менее интересным и полезным. мастер-классов.